Завершено предварительное расследование особо тяжкого преступления, совершенного в городе Сестрорецке. Ночью в полицию позвонил гражданин и сообщил, что обнаружил тело мужчины с явными признаками насильственной смерти. Наряд полиции выехал по указанному адресу в заброшенный дом рядом с привокзальной площади. Информация звонившего по прибытию на место происшествия подтвердилась. Преступление удалось раскрыть по горячим следам. Я принес туда выпить. Они начали скандалить. Кто там выяснять? Кто отсидевший, кто не отсидевший? Я плюнул и говорю, Нина, пошли, говорю. И мы сели вот там на солнышке, ну, за колодцем, например. Я даже не помню, что мы там что-то сидели. Из развлечений пёлька алкоголь, потом разборки, а заканчивается всё, как правило, дракой. И так каждый день. К обитателям заброшенного дома на улице Коммунаров 10 полиция приезжает регулярно. Все граждане здесь проживающие прописаны по другим адресам района. Однако в этом доме жить предпочитают в летнее время. Что происходило здесь вчера, некоторые постояльцы помнят только до определенного момента. Я помню, что мы на крыше сидели, что мы там что-то сидели, я ничего не помню. Он на крыше, Серёга, да, пришёл в бутылку, мы выпили. О том, что в их временном пристанище кого-то убили, постояльцы узнали не сразу. Только после того, когда одна женщина стала бегать за другой вокруг дома с инструментом, которым обычно колят дрова. А потом вылетает девочка, ну как, мама, ровно, Маня, Маша. А, Маша? Маша, Кошечка. Маша, Маша, Маша. Маша. А Кошечкина за ней. У меня в руке было? Топор был. А потом это самое, она говорит, и я, говорит, приходит ещё счастливая, я, говорит, убила, говорит, ровно. Я говорю, да не может быть, а то здорового мужика. Кошечкина, Кошечкина. Да, ну женщина. Я зашёл, мама, не горюй, вижу, что всё, почти мяло. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили на полу в одной из комнат труп 40-летнего мужчины с рубленными ранами головы. А на кровати пострадавшую сожительницу погибшего, которая пыталась вступиться за приятеля, она получила несколько ударов топором. Сама Михайленко сказала, что это всё совершила гражданка Кошечкина. Не поделили денежные средства. И из-за этого всё случилось. Пришёл конфликт, и на почве этого конфликта гражданка Кошечкина с топором. Топор на месте происшествия обнаружили? Да. Ну это был какой топор? Обычный топор, деревянная ручка, металлический наконечник. Подозреваемую в совершении преступления сотрудники полиции обнаружили в соседней комнате. 40-летняя женщина по предварительной информации в состоянии алкогольного опьянения нанесла около 10 ударов топором по голове мужчине. Затем пыталась зарубить и его сожительницу. Но та, получив ранение, стала спасаться бегством. После этого подозреваемая легла спать в соседнем помещении. Задержанная гражданка уже отбывала наказание по статьям «разбой» и причинение тяжкого вреда здоровью. В 2000-й год. Статья? 111. Часть какая? Третья. Срок? 5 лет, я отсидела. Полностью срок? И выше по амнистии. По амнистии вышла? Да. Потом в 2010 году, 162. Сейчас? За что доставленный отдел? По подозрению? За убийство. Убийство? Подозреваете о убийстве? Да. Расследованием преступления занимается районный отдел Следственного комитета России по Санкт-Петербургу. Уголовное дело в отношении жительницы Сестраевского возбуждено по 105-й статье УК РФ «Убийство и покушение на убийство». Первая часть данной статьи Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 15 лет. Суд счел необходимым подозреваемую на время следствия содержать под арестом.